Это Генрих Бергхаус. Это немецкий ученый, картограф, этнограф и географ. Также он был профессором прикладной математики в Академии наук Берлина. Он жил в 19 веке. А в 1846 году им была составлена этнографическая карта Европы. Давайте посмотрим, кто жил в Европе в середине 19 века. Нас само собой больше интересуют, земли Руси. Заодно и поищем украинцев. Сразу выделим некоторые города Руси, они все преимущественно в зеленом цвете. Видим надпись русские. Видим соседей России. Это поляки, литовцы и другие народы. В левом углу карты, указаны все народы, которые проживают в Европе. Перечислять не буду, смотрите сами. А мы видим надпись русские. Украинцев в этом списке обнаружить не удалось. Впрочем, как и на самой карте. Это Алекс Джонсон. Шотландский ученый, географ, картограф и гравер, 19 столетия. А в 1856 году, Алекс Джонсон выпускает этнографическую карту Европы. Давайте же посмотрим на нее. На карте мы можем увидеть, земли Крымского ханства. Хотя в то время, это уже были земли Новороссии. Отметим для себя, некоторые города Руси. Ведь именно Русь нас и интересует. Русские тут зарисованы в розовый цвет. Видим конечно и соседи Руси. Немного левее, видим указанный список народностей, о которых было известно европейцам, 19 века. Видим надпись русские. Ну и как вы уже я думаю догадались. Украинцев снова, обнаружить не удалось. В 1863 году, немецким ученым и этнографом Родригом Эркюртом, была создана этнографическая карта Западной Руси. Давайте же посмотрим, кто жил на этих землях. Об этом есть в описании карты. Видим дату 1858 год. Внизу карты можем увидеть, какие народы каким цветом обозначены. Нас само собой, больше интересуют русские. Вверху видим перечисление народов. Это поляки, русские, алиманцы, то есть немцы, латыши и евреи, и прочие народы. Немного левее. Перечисляются города и области. Где живут русские? Это Гродно, Минск, Могилев, Витебск, Волынь, Киев и Подолье. И при всем желании, украинцев обнаружить не удалось. И в Киеве, и в Волыне, и Подоле, никто, и ничего не знал, про украинцев. В Национальной библиотеке Франции. Есть интересная этнографическая карта 1865 года. На карте указана Восточная Европа. Зеленым цветом указана Белая Русь. Севернее видим город Вильна. Красным цветом обозначены поляки. Южнее видим Малую Русь. А теперь посмотрим на состав национальностей. Видим крупную запись. Русские. Ниже видим надпись. Русские это малорусы, великорусы и белорусы. Украинцев обнаружить не удалось. В 19 веке и в начале 20 века, Западная Украина входила в состав Австро-Венгрии. А в 1855 году, австрийцы выпустили этнографическую карту народов своей империи. Внизу карты есть описание. Смотрим, регион Галиция и Ладомирия. Видим надпись Рутены, то есть русские. Есть и много других народов, а на украинцев нет ни малейшего намека. В 1869 году, австрийцы снова выпустили карту народов своей империи. На титульном листе, в описании, снова видим только русских. Есть и болгары, и славены, и поляки, да кто угодно, но вот украинцев нет на этих землях. В начале 20 века, точнее в 1912 году, в Австрийской империи произвели перепись всего населения. И снова есть только русские. Есть и румыны, и поляки, и так далее. А на украинцев, нет и намека. А ведь это было, всего век назад. Уроженец Австрийской империи, ныне Запада Украины Григорий Купченко. Создал, этнографическую карту, Западной Украины. И обозначил народы, которые проживали, на этой территории. Ну, как-то так. В 19 веке, в Венгрии выходит книжный сборник, под названием «Энциклопедия всех знаний». К ней прилагается, венгерская этнографическая карта Европы, датированная 1897 годом. Посмотрим же на нее. На территории Малой, Белой и Великой Руси, видим большую надпись «Аразок». По-венгерски, это означает «русские». Ниже видим перечисление народов Уральской группы. Левее видим перечисление народов Европы. А это этнокарта России, 1878 года. Русские тут закрашены, в темно-зеленый цвет. На рисунке представлена этническая карта Германского альянса в Первой мировой войне, подготовленная сотрудниками МИД Великобритании в 1917 году в ответ на ноту Вудро 1916 года. Вудро Вильсон – это президент США, нейтральный на 1916 год державы, в которой он предлагал закончить войну миром. А вот польское стремление к суверенитету британцы вполне оценивали. А вот никакой Украины в расчеты ими на тот период времени не принималось. Проживали, по их мнению, на территории Австро-Венгрии все те же рутены, которых на тот период времени сами англичане от этносы русские не отделяли. Поищем украинцев на этнографических картах, до 20 века. Это этнографическая карта Австро-Венгрии, 1890 год. Видим надпись «Рутены», то есть «Русские». Еще одна карта – Австро-Венгрии. Снова видим только рутенов. Это карта – этнографии 1892 года. Видим большую надпись «Русланд». Ниже – видим перечисление европейских народов. Карта 1898 года. В описании видим «Русские» или рутены. Карта 1897 года. Видим русских и соседние народы. 1899 год. Центральная Европа. Видим надпись «Рутены», они же русские. Этнокарта Евразии. 1846 год. Видим русских. Этнокарта Евразии. 1847 год. В европейской части карты видим надпись «Русские». То же самое и в описании. Украинцев обнаружить не удалось. Но вот на картах начала 20 века. Украинцы, как из ниоткуда, появятся.